Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами поговорим про игру, которая взбудоражила умы многих сексуально активных геймеров. И это просто кошмар с ЖВшника, и знаете почему? Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я вынужден предупредить, что если ты какой-то активный гипертрофированный ЖВшник, тебе лучше заткнуть уши, закрыть глаза и вообще пойти к мамочке поплакаться. Потому что в этой игре есть красивые женщины, трясущиеся бубисы и объёмные ягодицы. Да, в этой игре главная героиня настолько красива и сексуальна, что в неё не хотят верить. Я конечно говорю про корейский слэшер под названием Stellar Blade, демка которого доступна для всех обладателей PlayStation 5, и которую я не без удовольствия уже прошёл. В этом видео мы обсудим с вами не только саму игру, её геймплей, графику и сюжет, но и поговорим почему главным успехом игры являются совсем не эти её составляющие, хоть они вполне себе и неплохи. Мы обсудим то, чем эта игра выделяется, смелость разработчиков и скандалы, которые окружают игру с момента анонса. Но перед началом видео я традиционно напоминаю, что все сексуально активные зрители моего канала обязательно подписываются на мой твич и телегу, чтобы, так сказать, всегда стояло уведомление о начале стримов и новых видео. Поднимайте свои лайки, подписывайтесь на канал, а мы наконец начинаем. Погнали! И начать я хочу сразу с того, что я не являюсь любителем жанра слэшера, слово совсем. Единственная серия игр жанра слэшера, которая мне запала в душу, это, конечно же, DMC. И то в основном за стилёвость, саундтрек и папостнейшую подачу, а не сам геймплей. Я не играл ни в Нейр Автомата, ни в Байонету. Я пытался играть в старый God of War, но не смог, и считаю его гораздо более унылым, чем вот эти вот две новые части, которые выпускала Sony. И в целом, ну меня как-то не сильно тянет играть в слэшеры, я всё же предпочитаю всякие экшен-РПГ, типа Elden Ring, Dark Souls и прочие Бладборны. Однако, эта игра смогла привлечь моё внимание. Да и вашей, я уверен, тоже, даже если вам всё так же, как и мне, плевать на слэшеры. И дело, конечно же, в том, что разработчики, корейская студия ShiftUp, сделали примерно следующее. Да, они наплевали на все эти западные тренды, которые принято пихать в современные игры. Вот эта вот всех задравшая повесточка, из-за которой в играх зачем-то уродуют симпатичных актрис, меняет внешность персонажам на более, так сказать, приземлённую или разнообразную. Прикрывает сексуальные части тела или делают их не такими заметными. И так далее, и так далее, вы всё это знаете. Делается это якобы для того, чтобы всякие не очень красивые люди не чувствовали себя оскорблёнными. Мол, в играх вот показывают только каких-то сексуальных красавцев и красавиц, а таких, как я, совсем нет. Где же справедливость? Помогите мне, живые воины! Давайте засрём твиттер, расскажем этим негодяям-разработчикам, что мы не хотим видеть это в играх. Ведь это напоминает нам, какие мы отстойные. Честно, я не знаю, что не так с людьми, создающими подобный запрос. Я вот отдаю себе отчёт, что я вполне себе соскуфившийся, толстый и ни разу не красивый. Но при этом я хочу хотя бы в игре побыть опасным, сексуальным, всеебущим альфа-самцом на стаиле и с кубиками пресса. И подобные персонажи меня, такого жердоса вроде бы, да, совсем, блядь, не оскорбляют и не расстраивают. Что не так с людьми, которые, видя красивую девушку в игре, сразу звереют, начинают писать дневные твиты и всячески отменять разработчиков? Я не знаю, но им бы не в твиттере сидеть, а комплексы свои у психолога прорабатывать. И честно, мир бы от этого выиграл точно намного больше, чем от их твитов. Ну ладно, я отвлёкся. И вот в это наше, беспощадное к сексуальным, красивым девушкам время разработчики из Shift Up выпускают игру, где главная героиня выглядит вот так. Не забывая при этом добавить в игру физику грудей и ягодиц. В общем, полнейший рай для нас, любителей прекрасного, и кошмарный ад для любого СЖВ-воина. Конечно же, последовали скандалы. Автор французского отделения IGN в своём ревью на демоверсию игры сетовал на дизайн главной героини. Назвал его излишне сексуализированным и написал, что, видимо, тот, кто делал такой дизайн, никогда не видел в реальной жизни женщину. И этот автор так-то на самом деле серьёзно обосрался, так как генеральный директор студии Shift Up и создатель дизайна главной героини мало того, что женат, так ещё и на художницей по концептам из той же компании. То есть она, скорее всего, тоже приложила руку к разработке дизайна главной героини. Кроме этого, выяснилось, что главную героиню так-то создавали на основе реальной корейской модели по имени Син-Джи Юнь, которой просто поменяли лицо. И вот так вот, пытаясь подлизнуть повесточки, автор просто взял и оскорбил двух женщин. На защиту разработчиков встало даже корейское подразделение журнала Maxim, которое выпустило целый репортаж в защиту игры. Ролик посвящён Син-Джи Юнь, которая, собственно, стала прототипом протагонистки, и показывает, что внешность Евы вполне себе реалистична. Суэрли говорит, что позже французскому отделению IGN пришлось извиняться, ибо ситуация начала складываться не в их пользу. Короче, пока весь мир прогибается под повесточку, и даже некоторые японские компании типа Square Enix выпускают всякие изживешные блевотные проходники с мерзкими карикатурными героинями, корейцы стоят стеной за то, что многие на самом деле любят и хотят видеть в видеоиграх красивых женских персонажей. При этом разрабы сами открыто признают то, что используют некоторые элементы фетишизма в своей игре, ведь они должны понравиться публике, так чего бы и нет, собственно. Ну и разве тут они не правы? Однако, если вы думаете, что на этом заканчивается вся смелость и базированность создателей Stellar Blade, то вы ошибаетесь. Ведь когда они приступили к созданию игры, то их считали на родине в Корее сумасшедшими. Об этом в ролике о создании игры рассказал директор Ким Хён Тхэ. Он сказал следующее. Многие подумали, что у нас поехала крыша, когда мы начали делать эту игру, потому что в Южной Корее на рынке доминируют мобильные игры, а консольный рынок практически не существует, поэтому в наши дни работать над подобным высокобюджетным проектом — это большая редкость. То бишь вся эта затея с подобной игрой была для студий довольно рискованна, но, по словам Хён Тхэ, рынок нуждается в однопользовательских играх, которые можно пройти до конца, а не вдрачивать до бесконечности. И скажите мне, в чём он здесь неправ? Тут вам стоит знать, что до этой игры студия ShiftUp разрабатывала в основном как раз мобилки, но решила развиваться всё же в сторону однопользовательских ААА-проектов с красивыми женщинами. А в наше же время всё чаще происходит наоборот. Уход крупных издательств, в СЖВшные игры-сервисы, которые совсем не интересны никому, наблюдаются уже давно. И пока эти игры проваливаются одна за другой, корейская студия получает респекты от геймеров со всего мира, и даже одобрение от создателей серии «Мир Автомата» Йокотаро, которая похвалила игру. То есть признание тут идёт не только от геймеров с дымящимися шишками, как вы видите, но и от матёрых профессионалов. И давайте теперь уже, наконец, обсудим саму игру, потому что я всё-таки прошёл домоверсию, и мне есть что вам рассказать. Теллар Блейд представляет из себя самый что ни на есть слэшерный слэшер. Если кратко, сюжет имеется, стиль имеется, боёвка прикольная. А теперь давайте поподробнее. Что можно сказать про сюжет? В Денке сильно много нам его не показывают и много не рассказывают, но общие впечатления о сюжете, ну, такие нейтральные. Он есть, подаётся неплохо, но не блещет какой-то большой интригой или оригинальностью. Наша главная героиня, которую зовут Ева, прибывает на планету Земля в составе космического флота. Человечество, судя по всему, к тому моменту с Земли сбежало, и Земля, лежащая в руинах, захвачена какими-то инопланетными монстрами под названием Нейтибы. Флот Евы расстреливают ещё на подлёте, и часть прибывших катапультируется на Землю в спасательных капсулах. Но их продолжают атаковать, и приземлиться удаётся совсем немногим. Кстати, судя по всему, все прибывшие в составе этой миссии – женщины. Что там случилось, где все мужчины, нам не рассказывают. Но первое время в игре мужчин не видно вовсе. После приземления и спасательной капсулы, Еве помогает выбраться ещё одна красотка, судя по всему, выше стоящая по званию, которую зовут Трахи. Тахи. Тахи, её зовут Тахи. И если на Инстаграм модели, с которой срисовывали Еву, я уже подписался, то модель, с которой срисовывали Тахи, мне неизвестно. Если вы знаете, кто она, то я молю вас, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что на её Инстаграм я бы тоже подписался, если вы понимаете, о чём я. Короче, во время небольшой пробежки по начальной локации, которые обучают нас на зам игры и боевой системы, мы выясняем, что те немногие, которые смогли приземлиться на планету, уже мертвы. Тахи сообщает Еве, что им придётся выполнять их миссию вдвоём, но тут начинается первый босс-файт. И как бы хорошо вы с ним не справились, Ева в любом случае получает ранение. Твой корпус серьёзно повреждён. Если честно, мне лично кажется, что её корпус как раз в полном порядке. После босс-файта внезапно появляется некий непонятный, пернатый и, видимо, очень опасный враг, сильно напоминающий монстров из Дарк Соулс. Тахи сжертвует собой, чтобы спасти Еву, и наша главная героиня остаётся одна. На этом обучающий пролог заканчивается, и мы переносимся на какое-то время вперёд, где Еву уже сопровождает первый мужчина в игре. О том, что он первый мужчина, нам также говорит его имя. Адам. Интересно, а в процессе сюжета Ева попросит его скушать её яблочко? Из последующих немногочисленных флэшбеков мы узнаём, что Адам помог Еве в трудной ситуации, что Ева почти ничего не знает о земле, а он тут вроде как живёт. И это всё, что можно сказать про сюжет, основываясь на демке. Дальше все события мы будем узнавать уже из полной версии. Как вы видите, не сказать, что он блещет прям большой оригинальностью, но подаётся он на достойном уровне в классическом для слэшера стиле. Для DMC он, конечно, не дотягивает, но в целом свою функцию выполнять неплохо. Но давайте перейдём к той части игры, которая и привлекла столько к ней внимания, а именно к графике и виртуальному стилю. Из технической точки зрения графон игры мешает оценить то, что она доступна только на PS5. И для 60 фпс картинка прилично так мылится даже на балансе. Я слышал отзывы о том, что игра, мол, выглядит неплохо, и, наверное, это так, но мне, испорченному обладателю 4080, всё же скейлинг разрешения заметен сразу и сильно мешает наслаждаться картинкой на полную. Плюс те локации, что были показаны в демо-версии, обладают довольно однообразной цветовой гаммой. Надеюсь, что эта проблема будет решена в релизной версии, и нам покажут не только такие серо-коричневые места земли. В общем, полноценно техническую часть можно будет оценить только на ПК, и на максимальных настройках в 4К. А когда это будет, пока неизвестно. Но вот работу арт-дизайнеров оценить можно во всей красе сразу, начиная с первых кадров игры. Посмотрите, например, как красиво сделаны эти космические корабли, ну прям реально переосмысление кораблей 16-18 веков, если бы они были космическими. Эти корабли появляются совсем ненадолго, но над ними уже всё равно хорошо постарались. Тоже можно сказать и о хорошем дизайне противников. Выглядят они разнообразно и сделаны с выдумкой. Игра хоть и корейская, но очень прям пытается быть японской, чего стоит только вот этот вот босс-вагина. Отойти, пизда. Ты мерзкая, мерзкая пизда. Ну и, конечно же, отдельное слово стоит сказать про нашу главную героиню, на которую крайне приятно смотреть. Хотя честно вам признаю, что играть одной рукой было очень сложно. Помимо самой внешности и эффектных костюмах, разработчики позаботились и о достойной физике волос, а также различных выпирающих частей тела. Подобное внимание к деталям не может не радовать геймеров и их маленькие джойстики. Оу-май. Напоминаю, что внешность главной героини основана на настоящей корейской модели Синь-Дже Юнь. И да, вот с такими девушками работают иногда разработчики игр, вопреки стереотипу, что все, кто связан с играми, задроты, не видавшие женщин. Кроме всего этого, стоит отдать должное и тем, кто оформлял локации. На первый взгляд они кажутся довольно стандартными, но потом мы можем встретить элементы, которые затронут сердца многих наших геймеров. Например, старая Волга или надписи на русском. Все это придает окружению какую-то изюминку. В итоге, несмотря на технические ограничения PlayStation 5 и некое однообразие цветовой палитры, игра выглядит стильно и приятно. Анимации отличные, арт-дизайн на высоте. Но что же там по геймплею? А с ним тут все хорошо, хоть и довольно стандартненько. Давайте для начала про боевую систему, так как в слэшерах вокруг нее весь геймплей строится. Честно, я не фанат слэшерских боевок, а-ля God of War 3. Но при этом мне вполне заходит боевка в различных частях DMC. Тут же лично для меня, не забывайте, что я не сильно опытный в слэшерах, боевка является некой смесью боевки из Dark Souls и боевки из DMC. Я не могу сравнивать ее с Байонетой или Неравтомата, так как не играл в них, но она динамичная и в меру сложная. Присутствует парирование, при удачном парировании накапливаются заряды для мощного удара. Присутствуют слабые и сильные удары, из которых можно делать комбари. Есть таргет-лок, который делает боевку еще более соусоподобной, ну и дэш, конечно же, тоже присутствует. Противники сыпят разнообразными атаками, и тут надо стараться попадать в тайминги. При этом сама игра не сказать, что какая-то очень сложная. Я, конечно, умирал пару раз, но в целом больших проблем в игре не испытывал. Хилл хватает, боссы бьют не очень сильно, и какой-то огромной сложности в игре нет. Единственная сложность заключается в том, чтобы нормально играть и не держать ракурс камеры только на пятой точке главной героини. При этом хоть Стеллар Блейд и играется не сильно сложно, но все еще весело и интересно. У меня не было такого ощущения, что я супер-уоман, которая идет сквозь всех врагов, не особо напрягаясь. В игре, конечно же, есть прокачка. Всего в полной версии будет аж пять веток прокачки, но в Дэнке было доступно только три. И сильно прокачаться за пару часов геймплея и демо-версии в любом случае было нельзя, однако демо-версия дает понять, что вариативность развития персонажа довольно большая, что не может не радовать. Покупать можно как новые приемы, так и улучшать то, что уже у вас имеется, например, расширять окно для дэша или парирования, чтобы попадать в тайминги было полегче. Кроме того, в игре есть еще и дополнительные гаджеты, которые дают вам различные бонусы. С ними, правда, тоже не особо была возможность ознакомиться в Дэнке, но в любом случае становится понятно, что разнообразия в боевке хватает. Я уверен, что каждый из вас с удовольствием бы вставил в гнездо главной героини свой гаджет, чтобы получить бонус. Завязывай, Артем, завязывай, хватит, 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 пожалуйста, прекрати. Если отойти от боевой системы, то помимо нее в геймплее присутствуют исследования локации и платформинг. Некоторые места попасть можно не сразу, а нужно искать туда какой-то скрытый путь. От некоторых сундуков нужно искать пароли и так далее. То есть секретов в игре хватает. Кое-куда так просто не забраться и приходится поломать голову. И помогает нам в исследовании локации сканер местности. Он показывает нам полезные предметы и врагов. По итогу мы имеем динамичную разнообразную боевку, вариативную прокачку и интересное исследование мира. Это геймплей не прям выносящий мозг, но добротный. И единственное, до чего мне хочется докопаться в игре, это музыкальное сопровождение. Возможно, это только моя проблема. Может быть, кто-то такое музыкальное сопровождение и оценит. Так что имейте в виду, что все, что я скажу, это просто вкусовщина. По моему мнению, туда больше подошел саундтрек в стиле DMC. Но большую часть времени мы все же слышим забывание каких-то девиц под пианинкой. И лично мне кажется, что саундтрек тут просто не подходит под игру. При этом иногда забойная мелодия включается, например, при схватке с боссом. Вердикт. Сама по себе игра представляет из себя добротный, но тем не менее довольно стандартный слэшер. И я уверен, что такого внимания бы она не привлекла, если бы не смелость разработчиков. Разрабы чувствуют, что в обществе есть запрос на игры, которые не ведутся на современные повесточные тренды. Особенно сейчас они возросли на фоне вот этого всего скандала со Sweet Baby Inc. Разработчик думает, как бы сделать игру приятной для глазу и интересной, а не как бы угодить кому-то из меньшинств. Понимаете, да, у него правильные приоритеты. Кроме того, разработчики смело поступают для своего рынка, идут вразрез с азиатскими трендами, где на рынке преобладают мобильные игры и сервисы дрочильни. Все это сразу вызывает уважение и привлекает внимание. Мне бы хотелось, чтобы подобным руководствовалось большее количество разработчиков, и тогда мы бы с вами чаще получали годные игры. Релиз игры запланирован уже на 26 апреля. Однако издателем игры является Sony Interactive Entertainment, и, к сожалению, в этот раз они снова выбрали политику эксклюзивности, про которую я рассказывал в одном из своих предыдущих видео, если не видели, посмотрите. Я считаю, что это неправильно, что это уже устаревшая совершенно стратегия, она не работает. Да, у меня есть PS5, и я спокойно смогу поиграть в эту игру, но мне очень жаль, что базированные ПК-бояре вынуждены будут ждать релиз на ПК. Однако я уверен, что рано или поздно он состоится, и стоит его просто дождаться. Надеюсь, долго меня сиськи Евы с Sony не будут. Так, это была последняя. Все. Ну и это все, что я могу сказать по поводу этой замечательной игры. Если вам есть что сказать, обязательно пишите в комментариях, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось видео, подписываться на канал, а также приходить к нам на Twitch и в Telego, чтобы быть в курсе, да, когда у нас стримы и когда выходят новые видео. А на сегодня это все. С вами был Мародеж 120 Гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр. Йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok